Введение инфраструктурного комитета законодательного собрания Пермского края Ключевые вопросы развития общественной инфраструктуры региона Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, энергетика, строительство больниц, школ и детских садов Именно этот комитет определяет политику краевого парламента в сфере транспорта и развития дорожной сети Для решения этих вопросов в рамках комитета создана рабочая группа под руководством Геннадия Шилова Итогом работы парламентариев за время деятельности рабочей группы стала реализация значимых проектов Строительство автодороги Пермь-Березники, первой очереди восточного обхода, южного обхода Перми, перехода Стахановская Ива Транспортная схема города изменилась принципиально Фактически создано новое транспортное кольцо Заседание постоянно действующей рабочей группы И в целом комитет это ведет как раз потому что мы законопроект должны отшлифовать так, чтобы не было никаких замечаний Осенью после двух лет капитального ремонта состоялось долгожданное для автомобилистов открытие для движения улицы Горького Реализация проекта была на грани срыва Из-за недостаточного финансирования сроки сдачи могли быть продлены Дополнительные средства удалось привлечь благодаря внесению изменений в региональный закон о дорожном фонде Подготовленным депутатами инфраструктурного комитета по итогам совместных совещаний с представителями краевого министерства транспорта Мы всегда уделяли и уделяем внимание развитию дорожной сети во всех наших муниципальных образованиях Не исключением является и город Пермь Это наша визитная карточка Только в этом году и в последующие годы мы будем направлять целевым образом на это направление более 360 миллионов рублей В основе деятельности рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае Работа с обращениями пермяков Именно так решен вопрос обеспечения безопасности жителей деревни Суботина Результатом рассмотрения обращений жителей Суботина стало решение о строительстве здесь надземного пешеходного перехода Ведь со строительством южного обхода на этом участке дороги интенсивность автомобильного движения существенно возросла На всех этапах реконструкции на контроле рабочей группы Геннадия Шилова не менее важный дорожный объект Участок шоссе космонавтов от Мулянки до аэропорта Большое Савино Задача нашей сегодняшней встречи это посмотреть завершение реконструкции шоссе космонавтов от реки Мулянка до Большой Савино Где мы опаздываем, где мы задерживаемся, почему, какие есть проблемы Для завершения строительства в кратчайшие сроки 8 километров дороги решено передать из муниципальной в краевую собственность За счет увеличения финансирования многополосная магистраль с семью установленными надземными пешеходными переходами и шумозащитными экранами Введена в эксплуатацию уже через год после начала строительных работ По этому участку аварийность снизилась, но есть мнение водителей, депутатов, кто ездит по этой дороге, что она сделала как-то с такими поворотами Эти замечания от депутатов были Мы вообще планируем, когда будем вводить въезд на новый терминал аэропорта, что-то маленечко поменять здесь, по этой дороге Пока не планируем, но я специально экспериментировал даже с депутатами У депутатов сложилось неверное представление, что это скоростная магистраль, это городская дорога На сегодня Пермь вышла за территорию окружной дороги Если ехать со скоростью 60, никаких проблем нет Ту же схему Геннадий Шилов предлагает использовать и при дальнейшей реконструкции шоссе космонавтов На участке между улицами Промышленная и Свиязева Этот участок, кроме того, что существенно затрудняет въезд в город, еще является аварийно опасным Более года назад рабочей группой принято решение передать данный участок дороге в краевую собственность И реконструировать за счет средств регионального дорожного фонда Процесс передачи завершен осенью этого года И несмотря на то, что проектные работы по данному объекту придется отложить В связи с уменьшением финансирования ввиду изменений в федеральном законодательстве Он по-прежнему остается на контроле рабочей группы Не менее важен вопрос о продолжении строительства федеральной трассы до границы со Свердловской областью Результатом при остановке работ на втором пусковом комплексе стали ежедневные многокилометровые пробки В которых вынуждены простаивать автомобилисты Особенно сложная ситуация складывается в выходные дни Обращения идут постоянно Хотел вам сообщить, что у нас есть петиция от жителей Пермского края Союз автомобилистов 500 подписей мне вручили По состоянию этой дороги И мы на сегодня по статистике Имеем где-то 300 жалоб граждан Жалобы поступают постоянно Мы соответственно их переадресовываем По инициативе Геннадия Шилова С докладом о причинах приостановки работ на реконструируемой трассе В рамках заседания законодательного собрания Пригласили выступить начальника Уралупроавтодора Игоря Зубарева Если с первым проблемным участком По словам руководителя федерального ведомства Вопрос на сегодня решен Территория, по которой должна проходить дорога Уже передана Министерством обороны в краевую собственность И здесь ведется вырубка леса То на втором участке, где строительные работы Должны были быть завершены уже до 1 сентября этого года К текущему моменту удалось лишь расторгнуть контракт с подрядчиком Допустившим срыв сроков Подобные процедуры по федеральным объектам Занимают длительное время Рабочая группа планирует вернуться к этому вопросу Уже в феврале Перечень автодорожных объектов На ближайшую трехлетку Принят парламентариями на ноябрьском заседании Учитывая ограниченность бюджетных средств По мнению Геннадия Шилова Который также входит в состав Общественного совета при Министерстве транспорта Пермского края Необходимо правильно расставлять приоритеты При формировании этого перечня Для этого должны быть разработаны четкие критерии Отбора самых важных объектов При этом необходим четкий контроль Который устанавливает привязку планируемых объектов Дорожной инфраструктуры К конечным результатам Важно применять современные технологии и материалы И эти предложения учтены при формировании перечня Другая задача Привлечение федеральных средств И разработка мер стимулирования Для применения механизмов Государственно-частного партнерства Это необходимо для осуществления Крупных инвестиционных проектов Таких как строительство мостового перехода Через реку Чусовая И обход Чусового Общий объем финансирования на данный объект Составляет около 14 миллиардов рублей Мы на сегодня запланировали только Миллиард 752 миллиона Как раз рассчитывая на то, что планируется предусмотреть Из федерального бюджета Расходы на финансирование Практически в объеме 7 миллиардов А остальное за счет консессионера Среди главных дорожных строек края На ближайшие три года Также новая транспортная развязка На 19-м километре дороги Пермуч-Ткачка Которая в будущем должна обеспечить Комфортный проезд К новому терминалу Пермского аэропорта Проект предусматривает Четыре полосы с разделительным барьером Подъезд от автодороги до аэропорта в две полосы Проектные рабочие документации уже разработаны На реализацию проекта предусмотрено Почти 450 миллионов рублей Объект планируется сдать в эксплуатацию Одновременно с открытием Нового терминала аэропорта В 2017 году Стоит подчеркнуть, что содержание Пермских дорог Также введение депутатского корпуса Членами рабочей группы Уже принято решение О проведении проверок работы подрядчиков В начале будущего года Геннадий Шилов пообещал Лично выбрать объекты проверки При этом конкретные точки будут обозначены Только в момент выезда рабочей группы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова